История исламской науки Отец оптики Абу Али Аль-Хасен Ибн Аль-Хасен Ибн Аль-Хайсен Аль-Басри, известный как Ибн Аль-Хайсан, выдающийся математик, физик и астроном. Родился в 965 году в городе Басра, Ирак. Доказал, что лучи, поступающие в глаз от объектов, формируют внутри хрусталика изображение. Описал принцип работы камера-обскура. Абуль-Касим Аббас Ибн Фернас Ат-Та-Курини, известный как Ибн Фернас, андалузский эрудит, изобретатель, врач, инженер и поэт. Родился в 810 году в Кордове. Первый человек, осуществивший управляемый полет на искусственных крыльях. Создатель дельтаплана и парашюта. Изобрел метроном, водные часы и занимался технологией изготовления стекла из песка. Отец алгебры Абу Абдуллах Мухаммад Ибн Муса Аль-Харизми. Крупнейший средневековый математик, астроном, историк, географ. Родился в 780 году в городе Хива, Харезн. Автор книги «Китаб Аль-Джабр», от названия которой произошло название алгебры. От имени самого ученого произошло название алгоритма. Ввел в науку цифру ноль. Арабское слово «цифр» стало основой для слова «цифра» и «шифр». Абу Райхан Мухаммад Ибн Ахмад Аль-Бируни. Персидский ученый-энциклопедист и мыслитель. Родился в 973 году в городе Кят Саманитского государства. Владел почти всеми науками своего времени. Подробно описал более полутора тысяч лекарственных растений. Автор теории о всемирном тяготении. Автор более 45 работ по астрономии. Рассчитал радиус Земли. Список его работ составил 60 страниц с мелким шрифтом. Абуль Аббас Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Фергани. Крупнейший средневековый персидский ученый. Математик-астроном. Родился в 790 году в Ферганской долине. Научно обосновал шарообразность Земли. Открыл существование пятен на Солнце. Труды Аль-Фергани более 700 лет использовались в качестве энциклопедий и научных пособий. Абу Абдуллах Мухаммад Ибн Джабир Ибн Синан Аль-Ракки, Аль-Харрани, Ас-Саби, Аль-Баттани. Выдающийся средневековый астроном и математик. Родился в 858 году в городе Харран, современная Турция. Вычислил солнечный год с погрешностью всего в 24 секунды. Он одним из первых использовал в своих расчетах синусы и тангенсы. Открыл фундаментальную теорему синусов. Аля-Уддин Абул-Хасан Ибн Ибрахим Ибн Мухаммад Аль-Мутрим Аль-Ансари Аль-Фалеки Аль-Димашки. Более известный как Ибн Ашатир. Самый выдающийся мусульманский астроном 14 века. Родился в 1306 году в Дамаске, Сирия. Соорудил уникальные солнечные часы, украсившие центральный минарет Аммиятской мечети Дамаска, которые показывали не только время, но и направление Киблы. Развил теорию движения планет. Сокрушил лунную теорию Птолемея. Абул-Уафа Мухаммад Ибн Мухаммад Аль-Бузджани. Один из крупнейших математиков и астрономов средневекового Востока. Родился в 940 году в городе Бузган, современный Иран. Абул-Уафа ввел тригономические функции тангенс и катангенс и построил их таблицы. Нашел с высокой точностью значение синуса 1 градуса. Наблюдал лунное затмение в Багдаде одновременно с молодым Аль-Бируни, наблюдавшим его в Ургенче, что позволило точно определить разность долгот этих городов. Отец робототехники Абул-Из Ибн Исмаил Ибн Розаз Аль-Джазари, механик-изобретатель, математик, астроном, родился в 1136 году в местечке Джазира, современная Турция. Изобрел коленчатый вал, различные клапанные насосы, водяные часы, фонтаны. Создал железные двери, кодовые замки и гибрид компаса для любых широт. Создал роботов, которые выполняли различные работы. Хаджи Мухиддин Пири Ибн Хаджи Мехмед, более известный как Пириреис, османский мореплаватель, адмирал и картограф. Родился в 1495 году в городе Гелебулу, Турция. Составил карту мира, на которой изображены с достаточной точностью побережья как Южной и Северной Америки, а также побережья Антарктиды, официально открытой лишь в 1820 году. Составлена она была всего через 21 год после путешествий Колумба. В 1526 году опубликовал «Атлас», содержащий 210 описаний и карт с побережьем Антарктиды, официально открытой лишь в 1820 году. Составил карту морей. Субтитры создавал DimaTorzok